Здравствуйте дорогие друзья! Совсем недавно, я буквально пару дней назад сделал видеоролик о том, как нужно подтягивать трос ручника на автомобиле. И многие в комментариях мне начали писать, что нет, сюда лезть нельзя, салона поджимать трос натягивать нельзя, нужно эксцентрики там подводить, ну где как настройка. То есть непосредственно на самих колодках, там вот в дисках внутри есть барабаны. То есть на некоторых автомобилях есть такая конструкция. Наружная часть тормоза основной это дисковый, а внутри маленький такой барабан ручного стояночного тормоза. И вот некоторые пишут, что там нужно специальной отверточкой подрегулировать колодочки, а потом, а вот это трогать не надо. Друзья мои, нет, вы не правы, делается это иначе, вот таким образом. Если вы поставили по какой-то причине новые тормозные колодки назад, именно для стояночного тормоза, то их нужно отрегулировать, подвести. Вот они регулируются в этот момент, для того, чтобы было равномерное торможение правой стороны и левой стороны. Тогда подводятся колодочки, то есть вы их подвели идеально, все четко, и у вас они одинаково тормозят. Потом вы регулируете уже трос ручника, именно который непосредственно в салоне. У вас так он сделан или как-то иначе. Но если вы не катались на своем стояночном тормозе, если он у вас не стертый, и если он просто как бы имеет небольшую выработку, но у него есть равномерная выработка, что правая сторона, что левая, они одинаково выработались. Но ваш рычаг, вот допустим, если мы обычно натягиваем, там пять щелчков делаем, но у вас рычаг, допустим, вы натянули полностью, или он на самом конце уже только тогда он как бы фиксирует, то в этом случае не нужно подводить колодки непосредственно в ваших барабанах дисков, потому что они у вас отрегулированы равномерно. Вот в этом случае подтягивайте именно так, как я показывал, непосредственно с салона. Вы подтянули его, и все, и у вас опять он нормально работает. Но если у вас износились колодки настолько сильно, и вы видите, что в салоне уже некуда подтягивать, вы отпускаете полностью трос в салоне, после этого подводите колодки сзади, подвели, все сделали, а потом регулируете опять салона, чтобы нужно, насколько нужно щелчков, чтобы у вас срабатывал ваш ручной тормоз. Все, ничего сложного. И не нужно лишний раз лезть туда, вот именно в барабаны, и подводить колодки. Если вы не знаете, как это делать, вам нечего там делать. Если, допустим, вы бытовой пользователь, то вы и нормально не подведете колодки, потому что правая и левая должны срабатывать практически идентично. А если вы не понимаете, как это сделать, а оно вам и не нужно, то регулируйте это, как я сказал, именно с салона. Подкрутили гаечку эту, отрегулировали на сколько щелчков, допустим, чтобы 5-6 щелчков ваш ручник отщелкивал до затяжки. Все. И тогда будет все в порядке. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно это все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал, и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья, с наступающими праздниками. Всем пока.